клёво всем друзья уже пол второго дня я выскочил на водоем с поплывком да не просто с поплывком сегодня опять с гусиным пером да опять но я решил попробовать немножко такие плывочки у меня хитрые немножко попытаться реабилитировать поплывок гусиное перо и для этого чуть-чуть поработал над ним и сегодня будем пробовать его в работе очень интересно значит долго думал над этим вопросом как попытаться сделать поплавок гусиное перо немножко более чувствительным подумал помог товарищ александр шугаев вдвоем подумали и кое-что придумали посмотрим что из этого получится сделал две оснастки да они вот так должны стоять они вот так что я сделал ребята я перевернул гусиное перо чуть-чуть выровнял чтобы не сломать поплавок чуть-чуть смог он более кнут и был чуть-чуть смог подровнять дальше внизу где воздушная часть я его подгрузил у меня стал поплавок наоборот основная воздушная часть внизу и более тонкая вверху посмотрим что из этого получится друзья поехали красота медонос цветет вовсю значит время клевать карасю красотища какое местечко интересное пакет какой-то ну тут и попробую первый раз в этом месте ничего не знаю об этом участке водоема даже не знаю какая глубина но надеюсь что-то поймаю в принципе большая глубина мне не нужно карась должен выходить на миляк и поэтому надеюсь все будет у нас великолепно мешаться сразу буду с грунтом весна уже вступает свои права теплеет сегодня плюс 10 11 ветра нету в принципе очень классно очень комфортно просто офигительно у нас опять поливали дожди они очень достали вчера целый день всю ночь прекратился только около 9 утра как обещал прогноз очень все сыро мокро сюда я шел пешком машина не проедет такой приличный путь пришлось взять по минималке ну как всегда оборудование для съемок добавляет вес аккумуляторы камеры поэтому кое-что пришлось не взять ничего главное что я на воде на рыбалке сейчас уже около двух дня надеюсь что поймаем погода сейчас шикарная полный стиль тихо спокойно это конечно требует дополнительную осторожность на воде так как полная гладь ловить буду возле камышков прям на мель очки сразу получится за камышами что там даже с глубиной не знаю возможно там очень мелко поэтому буду пробовать смотреть конечно этот монтаж сильно тонкой снастью нельзя назвать хотя и не такой большой вес у меня одета подгрузка поплавка вышла 07 вот сюда вот на термоусадочной трубки сидит груз вот тут вот и еще набрал где-то полтора где-то два грамма грузов прям тонкой снастью не назовешь но тем не менее посмотрим что получится самому очень очень интересно ну судя по размеру подпасков подпаски в разы меньше чем при обычной огрузке когда правильно поплавок стоит но тем не менее работа подпаска все равно довольно мало занимает подъема поплавка по идее на утоп он должен работать хорошо поплавок на подъем конечно кривенько но ничего попробуй мне очень интересно слышал от некоторых людей что в некоторых регионах еще так в детстве люди делали когда ловили линия когда он более осторожны чувствительная поклевка и поплавки тогда гусиное перо переворачивали и поклевки линия были более заметны посмотрим что у нас получится надеюсь что это получится друзья вода прогревается температура воздуха повышается поэтому при кормке можно в грунт добавлять уже больше уже можно делать не смело 1 5 и уже очень даже полезно добавлять вкусняшки у меня будет пачка червей одну из пачек червей обычная магазина червя немного вот жменька его тут я порежу ножницами можно больше но больше нету поэтому сколько есть делаю ножницами кромсаю ножницами режу в очень мелкого чтобы маленькие кусочки на весь состав прикормки кое-где попадали тогда у карася будет больше интереса копошиться и искать вкусняшки так как у нас и так бедная прикормка ему есть практически нечего а рыба уже активизируется готовится к нересту по идейке через пару недель у карася начнется нерест хотя в этом году может быть и задержка с погодой зависит ну скорее всего начнется через две недели ему нужно больше питаться поэтому вот такие вот вкусняшки прикормки ему совершенно не помешает у меня тут прикормка это от 0 8 пачки где-то чуть меньше половины 3 дня я слегка налил воды в нее буквально капельку вот она сухая она была слегка влажную на ощупь она практически сухая слегка слегка чувствуется влага и вот червячков сюда добавляю честно было бы две три пачки можно было две три пачки добавлять смело когда у червя больше интереса будет крутиться на именно на вашей точке искать вкусняшки и теперь вот эту полусухую прикормку добавка червячков высыпаю в грунт грунт очень сырое вот только что собирал практически в лужах собирал все это добро перемешиваю я буду ловить на поплавок закармливать шагами поэтому не сеять не буду не стараться выбирать что у меня там по суше было по рассыпчатой прикормки делать не наоборот пусть они будут максимально тяжелые грубые шары пусть они там дольше лежат размокают от прикормки будет идти аромат почти всю эту прикормку я выкину сразу шарами оставлю буквально чуть-чуть чтобы маленькими шариками орехами иногда подкидывать карасю а это выкину сразу пусть лежит пахнет вот видов попадаются червячки их немного но не попадаются и карасю будет интересах стоять выбирать стиль сводит с ума а тут наоборот 4 заставляет кайфовать птички поют класс вчера тяжелый рабочий день был очень устал сегодня кайфую ну что прикормка пока настаивается еще возьмет влагу а я буду сейчас подбирать искать точку ловли отбивали глубину удочкой поехали ну что точку нашел начинаю кормить шарами такой шарик очень просто состоит из земли с вкраплением прикормки очень вкусно пахнущий там небольшой свал поэтому я кидаю чуть чуть ближе кидаю куда угодно только никуда надо о попал да сейчас рыба будет напугана сначала но если она здесь есть минут через двадцать карась подойдет и будет интересоваться нашими вкусняшками рыбалки осталось всего несколько часов поэтому оставлять прикормку на второй закорм я не буду оставлю исключительно на подкорм буквально чуть-чуть поэтому вся сразу прикормка пусть лежит тут и привлекает карасика теперь надо набрать воды в садок садок набран долго ждать когда подойдет рыба это не наш метод поэтому одеваю наживку и сразу забрасывая начну с одного опарыша а чем очень сразу с двух сразу 1 и 2 опарыша посмотрим густерка на тут есть другая рыбка а может сразу и подойдет ну что первый заброс модернизированным гусиным пером заброшен погнали ждать поклевки с первого заброса ловим густеров густера вездесущие тут уже оп-оп-оп а вот это кто а вот это и карасик ребята на у топ видно поклевку отлично вот первый малыш подошел первый боец какой какой иди сюда не в травку вот это карасище шикарный вот такой красивый шикарный карась ух как он повел красиво а а а и 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 Вот это он красиво приподнял! Какой боец! Сошел, друзья, сошел! Какой он был шикарный! Сошел! Классно был, приподнял так красиво, профессионально, я бы сказал. Бутерброд опарыша с червячком срабатывает. Сошел! Продолжение следует... Очередной лопать... Очередной красавец... Певятка, вот такие красавцы, клюют просто шикарный карась, просто красавцы... Сейчас поплывок... Сейчас подпасок положил один на дно, и видно как поднимают поплывок, ребята, мне нравится... Да, он не идеальный, но пока мне все нравится... Ребята, если вы считаете, что я рыбанутый, пишите, клёво всем ты рыбанутый... Давай, 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 давай... иди сюда красивая красивая поклевочка шикарная небольшой но рыбка расход ударил по губам не засекся крючок сломался смотрите друзья крючок сломался первый раз у меня такое на этом модели крючка поставим другую вот так по губам ударил кстати друзья на карася легкость крючка порой влияет больше всего очень часто люди допускают рыбаки допускают большую ошибку ставят толстый крючок огромный часто нужно него именно до большой 12 десятка бывает даже восьмерка но при этом крючок должен быть относительно легкий тоненький это может сказаться коренным образом на количество поклёвок и на качество поклёвок давай 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 а я тащил то ого 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 он клюнул сразу только забросил только приводнилась и он сразу клюнул ребята вот такой красавец вот такой вот такой красивый очень красивый как классно вот так вот посидеть с удочкой на берегу после трудовой недели друзья вы меня понимаете это давай давай иди сюда иди сюда ой какой хороший ребята вы это видите красавец слушайте сегодня меня караси порадовали размерчики попадаются очень приятный великолепный карась просто великолепно шикнул монстр краб красный вектор понравился работает притом крупный карась скушал все по два раза два раза хороший карась зачетный оп оп повел 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 другую сторону пошел я там не нравится хорош обход ребят не зашел не этот поплавок стоит копейки реально что его пошли купили сколько рублей 9 10 он стоит переделка тоже стоит недорого если вам нужен действительно недорогой поплавок если вы любите именно гусиное перо ребята я рекомендую в тихую погоду все даже не по сильно активной рыбе вот в том варианте который я изобрел и сделал можно смело работать работать его видим поклевки видно подпасочек небольшой вот я сейчас ловлю мне один маленький подпасок лежит на дне все великолепно так просто придраться особо и не к чему друзья и на подъем и на утоп я бы сказал то наверно сейчас будет один из самых дешевых поплавков который можно реально ловить рыбу притом может быть под очень пассивное будет плоховато красавец великолепно все видно он приподнял и туда-сюда возил да не сильно не при амду я со своим зрением при том что бликует очень сильно я великолепно вижу поклевки а блики очень сильные стоят я вижу поклевки ребята слушайте монстр краб неплохо работает тоже поклевки довольно быстрый так вот я до этого пробовал монстр краб у меня особого результата не было и давайте я вам еще поплавок покажу еще раз поближе вот он сам поплавок вот он как в реальности в магазинах продается эта часть белая полностью это вот покрашенная вот тут на термос трубку я в нее ставил грузила посадил термо трубочку грузила обрезал до нужного расстояния а это уже сверху одет кембрик это просто трубочка ниппель через которую проходит леска вот еще одна и вот она все огрузка у меня на него вот основные груза причем два грузика идут одинаковые их я могу сдвигать по необходимости что как мне нужно загрузить чтобы не сносило и вот подпасок вот весь монтаж и вот он 15 сантиметров поводок на данный момент вот этот подпасочек маленький лежит на дне и когда его приподнимает под плавок это взлетает миллиметров на 5-7 до сантиметра взлетает и я уже вижу сам поплавок я грузил его покрасил и огрузил вот так вот вот у меня по вот эту красную линию огрушен и вот когда его приподнимает я вижу раз как белое тело появилось он так раз раз я вижу его приподняла вот белое тело великолепно видно что поклевки все видно карась несмотря на не сильную активность груз для него подпаска удовлетворительный и он практически не бросает все 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 отлично друзья я этот поплавок и насколько мне насколько мне не понравился обычный гусиное перо настолько вот этот я считаю нормальным адекватным поплавком которым смело можно ловить и пользоваться если ловите изначально знаете будет крупная рыба то смело груз часть грузов опускайте вниз подпаску кладете их на дно вы увидите поклевку на подъем если вы ловите леща без проблем нужное количество подпасков опускаете на дно на дно кладете там один два три подпаска больше нет смысла удержать остальные груза ставите сантиметров 15-20 выше подпаска когда хороший лещ берет он приподнимает он часто очень берет таким образом что заходит на насадку сверху берет и назад откатывается таким образом мы видим поклевку все груза приподнимает и если мы то в любом случае мы увидим поклевку на подъем всего поплавка вообще великолепно а так как самая плавучая часть у нас находится под водой то компенсация веса грузов будет очень большая поэтому того же леща будет ловить на этот поплавок и видеть выкладывание поплавка целиком на воду это будет просто великолепно сказка не сильно напугая осторожную рыбу ребята я серьезно я этот поплавок в таком варианте как я его изобрел сделал рекомендую в использовании вместе с современной правильной огрузкой поплава поплавка при использовании подпаска то отличный поплавок получается притопило повело вот я отлично вижу поклевку ребята вот просто отлично иди сюда какой ураган а теперь его сдержать не пустить в камуши ребята не пустить красавец класс да типа работают дипами сейчас есть смысл пользоваться потому что они реально нужны рыбу на точке много толку этого мало и дипы увеличивают шанс поимки рыбы вот он красавец ребятки вот он сейчас дипы смесь перцев отлично сработал среди красавец смотрите достойный карасик офигительный ну что друзья буду собираться дождик припустил я отлично половил поймал пол ведра карасей около 50 штук за три часа рыбалки просто оторвался ребята рыбанутый который сделал этот поплавок сказал что ловить можно реально нормально за такие деньги немножко смекалки немножко рук и вы получаете очень дешевый нормально работающий поплавок да это не спортивный это не такая чувствительность но это нормальный поплавок по сравнению с тем что сравнивать с обычным кусиным пером вот этот получился во сегодняшняя рыбалка это показала я просто отлично кайфанул когда я вижу все поклевки я вижу что рыба не бросает наживку она и кушает сегодня лучше всего работал червяк опарыш на втором месте кукуруза чистая и манка полностью игнорировалась и дипы у меня было сегодня 5 дипов на последнем месте оказался чеснок а на первом смесь перцев просто разница была колоссальная без дипов и с дипами просто на точке собралось очень много рыбы вокруг поплавка поднимались пузырьки воздуха все время как будто дождь идет в районе поплавка там в районе полтора квадратного метра все пузырьки были то карась стоял там и копался дипом а и когда я ловил без дипа было очень много багрений как только начинал пшикать багрения практически полностью прекратили все поклевки были в рот и самая большая скорость реакции поклевки была эта смесь специй сегодня пшикнул заброс сразу практически поклевка там насчет 15 10-15 поклевка ребята я кайфанул я надеюсь вы тоже будете чаще кайфовать на рыбалке хороших вам лов до новых встреч друзья